Республика готовится к приезду главы МЧС России Владимира Пучкова. Уже завтра он прилетит посмотреть на пожары. За горящей Бурятией следит и лично президент России Владимир Путин. Может быть, хотя бы пристальный контроль верхушки поможет. Амурская область, Бурятия, Забайкальские края страдают особенно. Тысячи гектаров леса горят. Давайте сегодня поговорим о том, что делается. Я знаю, что создана и межведомственная рабочая группа, ведется космический мониторинг ситуации. Хотел бы от вас услышать, что предпринимается конкретно и что планируется сделать в ближайшее время. Имею в виду также и наступающий период летних отпусков. Сказать, что ситуация тяжелая, ничего не сказать. Уже больше 30 тысяч гектаров в Бурятской тайге пройдено пожарами. Основная причина – неосторожное обращение с огнем местных жителей. Чтобы сократить риски новых возгораний, в республике запретили посещение лесов. Я прошу провести по домовой обход сходы граждан с разъяснениями требований режимов и ответственности за их нарушения. То же самое будем выборочно проверять. Мы создали здесь летучую бригаду, которая будет выезжать и проверять, заходить в дома и просто спрашивать. У вас были кто-нибудь? С вами разговаривали на эту тему, объясняли или нет? Если мы получим отрицательный ответ, будем считать, что в этом поселении работа не была проведена. Пожароопасный сезон в республике начался еще 8 апреля, но достаточной подготовки как не было, так и нет. Хотя в этом году на пожарах работают десантники и добровольцы, многие районы с особой тяжелой обстановкой просят помощи у властей. Федеральная авиалесоохрана уже подключилась к тушению. В связи с осложнением пожароопасной ситуации, а также прогнозируемым ухудшением обстановки из-за высокой температуры воздуха и усиления порывов ветра, в настоящее время выделены дополнительные средства из нераспределенного резерва субвенции Рослесхоза на тушение лесных пожаров в сумме 175 миллионов рублей. Сейчас в тушении бурятских пожаров участвуют почти 150 человек из Федерального резерва. За прошедшие сутки ликвидировано 15 очагов, еще 14 локализованы. На утро 12 мая зарегистрировано 16 действующих пожаров. Галина Соболева, Александр Сдаукшес, Первая альтернативная.